Всем привет, меня зовут Вика, я думаю вы давно все уже запомнили мое имя, а если вы новенький и только подписались на мой канал, то добро пожаловать. Сегодня мы поговорим о косметике от The Ordinary. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, точнее даже 8 продуктов are от The Ordinary. Я ими пользуюсь на протяжении уже примерно двух месяцев и хочу вам рассказать свои впечатления. И конечно же, как обычно, я хочу начать с тех средств, которые мне понравились больше. И первое и второе место между собой разделяют два средства, это витамин С и салициловая маска в 2%. Я наверное начну с нее, потому что о ней рассказать немножко попроще. Это маска черного цвета, я показывала нанесение в своем вечернем уходе, я оставлю ссылку здесь сверху, она появится, можете посмотреть. Но в принципе это маска черного цвета, которую вы наносите на лицо на не больше чем 10 минут. Если вы только начинаете знакомство с кислотами, то начните буквально с двух минут, через 2-3 дня на 3-4 минуты и так далее. Очищает классно, снимает такой верхний роговевший слой кожи и суперски-суперски чистит поры. Так как моя кожа уже привыкла к кислотам, то я 2 раза в неделю наношу ее на 10 минут, и это просто отличная вещь, которая мне на 100% чистит поры. Я точно вижу, что кожа более очищенная и классная. Как только она закончится, здесь вот чуть-чуть осталось, здесь 50 мл, и срок годности с момента открытия 6 месяцев, я ее точно повторю. Как я сказала, я пользуюсь ей около 2 месяцев, с конца июня, если я не ошибаюсь, и вот здесь столько осталось, поэтому полноценные 3 месяца, если пользоваться ей на регулярной основе, то она протянет вам. И второе средство, которое мне также очень-очень сильно понравилось, это витамин С, Suspension 23%, с HA 2%. Ой, Мишка, пришло. Да, привет, моя хорошая. Да, привет, моя хорошая. Ложись, ложись. Будем баночки обсуждать, иди сюда. Вернемся к витамину С. Это кремообразная текстура белого цвета, но если пойти на сайт и прочитать описание текстуры, то говорится о том, что она такая немного как будто песочная. И при нанесении, да, на самом деле есть ощущение, что вот мельчайший, абсолютно мельчайший песок вы разносите по лицу. Это никак не раздражает кожу, это точно не чувствуется как скраб. Мильчайший. Мильчайший. Если вы не привыкли к кислотам, потому что здесь как раз-таки аскорбиновая кислота витамин С, то я бы вам посоветовала, как и здесь также написано в инструкции, смешивать ее, вмешивать этот крем в какой-либо другой ваш крем уходовый или размешивать с другим маслом. Например, с чем это можно сделать? The Ordinary предлагают их же крем натуральный Natural Moisturizing Factors plus HA, то есть здесь есть также гиалуроновая кислота. Или, например, у них есть разные масла. В уходе за жирный, склонный к высыпаниям кожи, все уже знают, всем уже советуют масло шиповника. У меня также от The Ordinary я немного пользовалась, потому что я чистыми маслами больше пользуюсь зимой. Летом не так много, потому что жарко, это лето было достаточно жаркое, поэтому я больше пользовалась их кремом. Если покупать крем сам по себе, то он чуть-чуть увлажняет и все. То есть это больше вещь, которую действительно можно смешивать или использовать поверх каких-либо сывороток. То есть если вы читали или вообще в принципе вникали в систему ухода от The Ordinary, то это не сыворотки или средства, на которых написано, что они там сильно увлажняющие или там великолепно осветляющая сыворотка и так далее. Нет, это больше средства с активными ингредиентами. И вам уже нужно смотреть, с чем их можно использовать, с чем их нельзя использовать, комбинировать с другими ингредиентами. Там есть классная схема, в которой вы можете посмотреть на сайте. Даже если вы плохо говорите по-английски, нажимайте на режим ухода и выбирайте средства, которые вы хотели бы приобрести. Например, вот выбираем вот эту витамин С, Suspension 23%, и смотрим с чем она сочетается и с чем не сочетается. Мне хочется больше назвать, что это сыворотка, потому что это такой активный ингредиент, хотя по внешнему виду, когда вы наносите, это больше крем. Но все-таки эта вещь требует поверх нанесения крема, поэтому я привыкла называть это больше как сывороткой. Итак, вы нашли то, что вам нужно, открываете, и там есть графа, с чем оно не сочетается. Например, с витамином С, конкретно с этим, не сочетается сыворотка с неоцидамидом плюс цинком, потому что не весь витамин С может сочетаться с неоцидамидом. Например, в таком случае, когда я наносила витамин С, я понимала, что мой обычный крем, в котором есть неоцидамид, просто как ингредиент, один из ингредиентов крема, то мне нужно было что-то использовать другое. То есть, или вот это, или же масло шиповника, или у меня в коробочке от Look Fantastic, не помню, за июль или июнь месяц, попался вот крем от латышской органической косметики Madara Night Cream. Тут уже есть маленьких количествах витамин С, он ближе к концу. Но это значит, что, создавая формулу, они сделали так, чтобы это сочеталось и не нейтрализовало витамин С. Потому что что происходит, когда мы сочетаем что-то, что не должно сочетаться? Это просто, скорее всего, или раздражение, к сожалению, если это с кислотами, тогда кожа раздражается, или же мы просто нейтрализуем в случае витамина С и неоцидамид. И тогда смысл, что мы, например, покупали витамин С и неоцидамид вместе, если мы просто их нейтрализуем. Поэтому все внимательно заходим в эту графу на странице The Ordinary. Я постараюсь вставить и показать, как это выглядит. Поэтому даже если вы не говорите по-английски, и вам сложно перевести и прочитать весь текст, что находится под описанием каждого из продуктов, то просто можно посмотреть, для чего этот продукт, с чем его можно сочетать, с чем его, там обычно говорится, с чем его нельзя сочетать, и когда лучше его наносить. То есть в утреннем уходе, в вечернем, или можно в обеих уходах. Так, если говорить по продукту, то он мне очень-очень понравился. Я точно буду покупать эту вещь второй раз. Плюс она стоит, по крайней мере у нас на английских сайтах, меньше 5 фунтов. Обычно 5, 4,90, 4,80. Здесь 30 мл. Но даже маленького количества в чистом виде, в неразведенном с другим кремом, мне хватало достаточно маленького количества, чтобы разнести полностью на все лицо. Этот продукт мне также помогал в борьбе с моими высыпаниями, и особенно с текстурой кожи. Я прям видела, что кожа более равномерная, как цвет лица, так и сама, вот как я уже упомянула, текстура. Когда я сочетала вместе эти два продукта, то есть сначала делала маску, смывала ее, а потом наносила витамин С, то на следующий день, и потом я наносила в большинстве случаев вот этот маленький крем. Мне, кстати, этого тюбика в 25 мл хватило больше, чем на месяц. Поэтому крем классный, если вам было интересно этот от Мадера. Итак, от The Ordinary. Если я пользовалась этими двумя продуктами, то кожа была классная. Не забываем, всегда после этого на следующий день наносим SPF на кожу, потому что это кислоты, мы как бы отшелушили один слой кожи, поэтому ее нужно защищать, чтобы на всякий случай не было пигментации, потому что с пигментацией еще сложнее бороться, чем с высыпаниями. Так что да, эти два продукта однозначно мои фавориты. Хотя я уже упомянула про неоцинамид, но вернемся к нему чуть-чуть дальше, потому что мы идем по схеме от самого лучшего, что мне больше всего понравилось, к тому, что мне меньше всего понравилось. И дальше это морская гиалуронка. То есть это гиалуроновая кислота в самом чистом ее виде, но только она отличается тем, что обычная гиалуроновая кислота, она очень липкая и точно нуждается в том, чтобы после нее мы нанесли крем, потому что неприятные ощущения на коже, есть чувство, что чего-то не хватает, что мы должны были что-то еще донанести. С этой же вещью такого нет. Это просто водичка. Честно, я бы даже, наверное, посоветовала бы The Ordinary сделать такую большую упаковку, как в виде эссенции, и она очень здорово увлажняет. То есть по ощущениям, это водичка. Мы наносим. И один раз у меня было так, что я делала свой вечерний уход, я нанесла эту вещь, и потом что-то меня отвлекло, я вышла из ванной, и следующие 15-20 минут не наносила никакую сыворотку, никакой крем, и эта вещь классно мне увлажнила кожу. Я не чувствовала, что кожа нуждается еще в каком-то увлажнении. Понятно, что у меня многоступенчатый уход, и я что-то потом нанесла, но даже одна эта вещь суперски увлажняет. И, кстати, если вам чистая гиалуроновая кислота не нравилась в ее изначальном вот таком вот липком варианте, то это абсолютно не липкая. Это как тоник, эссенция, абсолютная водичка, не липкая совершенно. Классная вещь, всем советую. И если, кстати, заглянуть в режим от The Ordinary, то эта сыворотка, эта гиалуронка сочетается с любым другим уходом от The Ordinary. Итак, четвертое место в нашем списке присуждается неоцинамиду с цинком. Я эту сыворотку использовала по надобности. Вот у меня здесь половина баночки. И это классная вещь, если у вас опять-таки есть высыпание, или ваша кожа склонна к высыпаниям. Если вы живете в большом городе, где из-за грязи, как у нас тут в Лондоне, к сожалению, можно проехаться 10 минут на метро в одну сторону, 10 минут на метро в другую сторону, и все, нужно хорошенько умываться. А если нет возможности сразу умываться, потому что вы, например, приехали на работу, то классно, если нанести на кожу неоцинамид, потому что неоцинамид борется с высыпаниями, цинк, если уже есть высыпания, он их подсушивает, как мы все, я думаю, уже знаем. В принципе, хорошая вещь. Я не могу сказать, что он дает какой-то супер-вау-эффект, но мне с моими проблемами с кожей это иметь классно, потому что каждый день делать что-то, какие-то маски с кислотами или наносить сыворотки с кислотами я тоже не буду, потому что я прекрасно понимаю, что слишком чрезмерное очищение также может привести к иссушиванию кожи, потому что я просто-напросто убью свой естественный баланс PH кожи, и кожа естественным образом не сможет бороться с чем-то извне, поэтому кожу нужно беречь и просто по возможности помогать ей бороться с тем, что на нас влияет извне. У меня это жизнь в большом городе. И последнее место это сыворотка. Матриксил 10% с гиалуроновой кислотой. И мне она ничего не делала. На мне она абсолютно никак не работала. Просто ноль результата. Пару лет назад у меня был буфет, сыворотка по названию буфет от The Ordinary. Я помню, что она мне тоже ничего не сделала. И тогда я... Я даже не помню. Я, по-моему, даже купила вторую, потому что я понимала, что там это пептиды, возможно, нужно больше времени, чтобы почувствовать, как это будет на мне работать и так далее. И вторую баночку я даже не допользовала и до срока годности я выкинула. Тут, кстати, 12 месяцев, что классно. Как пептиды вообще должны работать? Коротко говоря, у них есть задача, и на эту задачу они работают. Например, когда я использовала витамин С, я прям вижу, что кожа сияет изнутри, что текстуры меньше и так далее. С этим ничего, абсолютно ничего. Что я пользовалась и что не пользовалась? Сначала я пользовалась так, раз через раз, потому что я не видела никакого результата. Потом я понимаю, что нет, нужно целенаправленно пользоваться. Я пользовалась, 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 и просто в один момент поняла, что она закончилась. Тут, ну вот, ничего не выходит практически. И то, что здесь есть гиалуронка, честно, вот эта вот морская гиалуронка, она намного лучше работает, она действительно увлажняет. Ничего не делает. Если она на вас, вот этот вот матриксил, если на вас этот матриксил в 10% или буфет, там тот же самый матриксил и работал, то расскажите, какие результаты вы видели, и, возможно, после какого периода времени, может быть, 2 месяца было недостаточно для этой вещи, чтобы показать себя. Но на мне как-то ноль результата. И последняя вещь, о которой я не рассказала, это очищение с ингредиентов под названием Squalane. Это умывалка, которая и смывает макияж, и очищает, и при этом не нарушает баланс кожи. И я абсолютно согласна, что по этим всем 3 пунктам она работает. Но я для себя решила, что я буду её использовать в утреннем умывании, когда я просто хочу освежить лицо, возможно, смыть какой-то вечерний уход с лица, но никак не в вечернем уходе. Опять-таки только потому, что я живу в большом городе, и получается так, что если я этой вещью смываю макияж, а макияж она смывает действительно хорошо, то мне потом всё-таки нужно ещё раз умыться. И тогда вот это вот действие, этот пунктик мягкого очищения, он как бы становится бесполезным, потому что с одной стороны мы старались мягко очистить кожу, чтобы ей не навредить, и всё в этом роде, но потом вторым этапом очищения я возьму какую-то такую хорошую, пенящую умывалку, пенку, и всё это смою. То есть как бы смысл, я так аккуратно пыталась сделать первый шаг. Думаю, если бы я жила за городом, где я не использовала бы общественный транспорт, наши автобусы и метро, возможно, я бы пользовалась этим и просто в вечернем умывании, но так я сейчас оставила это на утреннем умывании, и мне очень нравится даже. Но скажу честно, я этим пользуюсь только две недели, поэтому пока что нравится, если что-то изменится, то я обязательно напишу, расскажу. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, вы нашли его для себя полезным, или хотя бы чуть-чуть полезной информации извлекли, возможно, вы хотите приобрести какой-то из этих продуктов, напишите об этом, мне будет интересно почитать, обязательно пишите, если вы что-то из этого использовали, или что-то другое от The Ordinary, вы использовали в своем уходе, или же, кстати, у The Ordinary есть другие такие параллельные компании, точнее, к DCM прилагается еще фирма Niot, вот еще одна High Limit, по-моему, я забыла, как называется, и вот одна из The Ordinary, если вы использовали что-то другое от DCM, также пишите обязательно, мне будет интересно почитать, потому что я задумывалась, там более активные ингредиенты, к сожалению, это все уже стоит подороже, но хорошие ингредиенты не стоят дешево, особенно, когда это комплекс, сыворотка из 20-30 классных ингредиентов. Как всегда, спасибо за вашу активность под любым из моих видео, спасибо за ваши пальчики вверх, и до скорых встреч, пока-пока!